Всем привет! Я уверена, что картофель любят очень многие. В этом видео я предлагаю один из многочисленных вариантов его приготовления. Это картофель запеченный в тесте. Интересно? Тогда смотрим. Для картофеля в тесте мне понадобилось 1 пачка готового слоеного теста 500 грамм, 800 грамм картофеля, 1 пучок зелени укропа, 500 грамм сметаны, 25 грамм сливочного масла, примерно 1 столовая ложка муки, щепотка мускатного ореха, соль и перец. Картофель я предварительно отварила в мундире и разморозила в слоеное тесто. Затем отварной картофель я нарезала кружочками и измельчила укроп. Также заранее я смазала форму для запекания сливочным маслом. Теперь я подготовлю тесто. Тесто я раскатываю на пергаментной бумаге, мне так удобнее. Для этого я припылю ее небольшим количеством муки и разделив все тесто примерно наполовину, я раскатаю два круга толщиной примерно в 3 миллиметра. Один круг у меня будет по диаметру формы, а второй на 6 сантиметров больше. Эти 6 сантиметров теста уйдут на бортики формы и на защипы пирога. А чтобы не выкидывать обрезки теста, я их также раскатала в тонкий пласт, смазала джемом, свернула рулетом и разрезала на 4 плюшки. Вот такой приятный бонус. Далее большой круг теста я выкладываю на форму для запекания. Кстати, перекладывать тесто с помощью пергаментного листа бумаги очень удобно. Ровно распределяю тесто по донышкам и бортикам формы. Затем ровным слоем выкладываю на него кружочки картофеля. И вот теперь можно посолить и поперчить картошечку. И теперь всю эту красоту я накрою вторым кругом теста. Ровно распределю его и зафиксирую его жгутиком свернутым из первого круга теста. В центре сделаю небольшое отверстие, сверну из пергамента трубочку и вставлю ее в это отверстие. Такая трубочка нужна для отвода пара. Полуготовый картофель в тесте я ставлю в разогретую духовку и буду выпекать примерно 30 минут при температуре 210 градусов. За это время тесто в духовке должно хорошо зарумяниться. А пока картофельный пирог печется, я подготовлю сметану. Для этого я добавлю к ней мускатный орех, измельченный укроп, посолю немного и поперчу. Все хорошенько перемешаю. А тем временем я достаю из духовки такой румяный и красивый пирожок. Убираю трубочку, она мне больше не нужна. И теперь мне нужно влить сметану. Но как это сделать? Пирог ведь полностью закрыт. А для этого я его открою. При помощи острого ножа я вырежу на своем пироге большую крышку и аккуратно ее сниму. Крышка к картофелю не прилипает и снимается очень легко. Теперь я всю сметану распределю ровным слоем на картофеле и закрою всю начинку снова крышкой из теста. Для красивости смажу сверху тесто сырым яйцом и поставлю вновь в духовку потомиться еще минут на 10. Вкуснейшая картошечка в тесте готова и смотрится красиво. И подача блюда оригинальная и подойдет в качестве гарнира практически к любому блюду. Будь то рыба, мясо или овощи. А можно и просто так, без всего, с молоком. Очень вкусно! Приготовьте такой картофель, порадуйте себя и своих родных. Приятного аппетита! Большое спасибо всем, кто ставит лайки и пишет комментарии. А я на сегодня с вами прощаюсь. Надеюсь, до следующей встречи в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok